ребятки снова всем привет мы на даче хочу заняться мы немножко посадили с леной огород посадили укропчик приятного аппетита посадили укропчик чем мы еще лена посадили кинзу рукколу салат еще короче всякое такое а сейчас хочу заняться на мама свите еще на огороде у меня сегодня какой-то такой расслабон не сегодня как-то сил нету я заранее закреплю заранее хочу подготовить дровишки у меня там есть немножко сосисок и мы их поджарим я возьму меня есть картон покидаю сюда вниз потому что меня в гараже лежит бумага но она отсырела вся мокрая вот так вот сверху можно положить щепочки еще есть не всякая такая сухая как кора вот такая кора деревьев думаю что она должна хорошо загореться быстро сухая такая так вот есть останется только подпалить и потом подкинуть еще дровиняшек так ребята начистила целую миску картошки Варить не буду, потому что масла сливочного нет у меня Укропа нет у меня Что это за картошка такая вареная просто Никакая будет Поэтому я жарю Жарю и лука добавлю Домашнюю Сучка Сейчас Лена пошла в дом, найдет мне ложку-мешалку Не могу свою деревянную ложку найти Удобно на сковородке перемешивать Мангал подготовила Потом только подпалить надо будет Я сегодня мало работаю Конечно, что-то у меня Вчерашняя усталость сказывать нашла Это лопатка А ложки там нету? Нет, ну пойдет лопатка, ты ложки тоже не видела там? Блин, а куда же она делась? Моя любимая деревянная ложка Лешка? Лешка, мне зрительница подарила Она моя любимая Так, надо перемешать картошку Продолжай На новой досечке В виде чего она? А я сказала, что яблочко, а мне написали, что это апельсин Ну да Яблочко же красное, наверное Зеленое Или зеленое Красное у меня клубничка А, ну, тем более Класса Что? Новая досечка Ножи тупые Надо точить Они долго служат, эти досечки И что, я сегодня была в АТБ Этих дощечек нет Я успела взять Я успела взять Жалею, что только две купила, ребята Надо было брать три Денег пожалела Лена, тебе не холодно? Или это меня морозит? Я заколебалась С этим носом У меня не дышит Башка болит Так, все Вот это сходишь потом туда На кучу выкинешь Нашу На яму Подпалила я костерчик Пока перегорит Все, люди пришли Работают Мама с Витей А я сегодня нифига не делаю Не, ну, чуть-чуть посадили И все Вон они там на огороде Копаются А я сегодня Я не могу Когда у меня кто-то будет в доме Я когда одна У меня все, работа идет А когда кто-то есть То мне как-то и работа не идет Ну, такая я Вот Сейчас перегорит Поджарю Жалко Что-то я так мало взяли Надо было больше брать Картошку я уже поджарила Лука добавила Фу У меня такое ощущение Температура у меня Я даже говорю Еле-еле Заговариваюсь Кошмар Все Вот она Картофанчик Готов Можно крышкой накрыть Ничего сюда не залетела И все Готовченко Хотя работы валом Просто У меня в рот залетел Красота Такой теплый день сегодня Или она вообще Разделась до футболки Не, я не рискую Что-то у меня морозит Гибискус мой Распускается А мне написали, кстати Заклематис Который я нашла Там за летней кухней Что не надо его на осень оставить Не надо пересаживать Что он не примется Вот, блин Сирень еще не распустилась Ой, а у костра тепло Что там у тебя? Она надевала их Еле их попротыкала, блин Надеюсь, что они не попадают Пойдем, пойдем Десять их положила Она говорила, что восемь штучек положила В магазине Получилось десять Вот это наврушка Мама Нормально упала Ого Ты видела? Вот это да Вот это мы запечатлили Потому что я профессионал Я просто решила один скинуть Мне было тяжело Ого Прикольно? Ого Да Вот это ты мастер Через чего? Ну, жар сильный Надо было чаще переворачивать О боже Главное, чтобы они не лопнули И не упали нафиг Уже почти упали Просто ты этот Это профи Ааа Ага Да Профи Так только Юля может Сегодня Больше такое Я не повторю никогда Опасный трюк Да Я сегодня, ребята Юлька-мангальщик Одна лопнула Вот та вот дальняя Ну, вроде как держится Падать не собирается Я их почаще переворачиваю Такие они красивые Шкварчит Шкварчит А я сижу тут Прямо на лавочке Рядышко Прикольно А вон там люди работают Работают Мама с Витей Мама на коленях бы ей тяжело Ей так легче А я жарю У меня сегодня Походу отдых Сегодня впервые Так, ребята Солнце прямо Припекает Стоять Припекает Опа Вот так вот Я же говорю С этими хозяевками И без них И из-за них Когда переживаешь Так ужин И мак Я так рада, что Степа выжил Ты что, первый Я же тебе рассказывала Как мы первую ночь ночевали Представь На пару Я как бомжик Плачу А он вылезает Достаточно Ну уж еще Ну я два точно съем Давай еще пару Яйца Ты что, будем мажать Или так поедем? Да Угу Боже, это я выкинула жуткий С черной крышкой Да, вот это А вид Да, да Короче, что Все жуткий вынимать Ласа, я отрабатывала Ага Угу Вообще Ты что, три штуки, три Она не съест Остальное Да, еще три ласа Степа 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 Ласа, не можешь Не давай тогда ей На, вот это И от майонеза баночку Дай там кофе От майонеза баночка с кофе Да, вот Ага Много 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 А сегодня жарней Да, да Двадцать Вообще жарко Двадцать 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 Шесть Офигеть Ого Да 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 Угу Витя, ну шо там получается Ну, жду Ага Я заняла чье-то место, кто тут сидит, Лен? Не знаю, вообще нет Мама Кто тут? Нет, снизу Я ложу А вот это Нет, это от сала, не от сала, туда А вот это А вот это А вот это А вот это А какая разница, закрываем А так, Грилчучка Решил заземлиться Я трохи Госяку Да, да А потом крапки Отчем Так Садишь? Да Садил Так Что-то у нас это Как-то, да А ну, поставь Вот сюда Вот там Ой Хорошо Чай вам сразу наливать? Да нет, вот тут Ты водички покрыла? Да Только шо, полстакана вот Ох Мне пока Да Угу Узилки И рукавы Так ты ж сел Давай Напоминать нам Не включи никогда нажав Не включи никогда нажав Ух 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 Ну Ух Картошечка В духовке Разжарно Все Да Война войной Обед по расписанию Ух 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 Все Как вареная Ух 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 Хорошая Ух 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 Закапывать будет Нет Ест Шулина Нравится тебе в итоге как получается Да Ничего Какой-то день придем Подкрасим Малеха Ну уже лучше И мама зашла Говорит О ну так жить можно Ничего себе Уже прям сейчас в принципе Короче мы с Леной пересопали целый кусок огорода От бурьяна И не знаю посмотрим как завтра Сейчас мама монтировала видео Она тут Она в обострении Потому что быстро просматривает файлы И тут Вот так вот ручками И это самое пересопали Будем высаживать Потому что им хана уже приходит Шулина ты уже представляешь как ты тут живешь Слышишь Я вот думаю кровать поставить Она у нас раньше вот так стояла Да А мне кажется надо поставить ее вот так вот Вместиться Да Должна вместиться прям Хорошо Я думаю что поставить ее вот так вот Чтобы подход к окну был более свободен И сюда поставить какие-то горшки с цветами Да А сюда я хочу знаю что Но у нас этого нету Но я очень хочу такое типа трюмо с зеркальцем Да И как раз тут полочки для косметики Ну и короче А сюда кровать И рядом тумбочка встанет Да Вот и будет подход к окну А шторы я хочу знаю что Будет такой карниз аж от края до края длинный Да Здесь будет висеть тюль Но Эта тюль будет вот такой вот где-то длинный Чтобы подоконник был свободный Как на кухне у нас в том доме Да Такая коротенькая А здесь будут шторы более длинные Темные Которые они будут раскрыты Да Поняла И потом закрывать Но для этого же надо чтобы было место То есть не прям притык кровать была В стене Не Не ну там останет Там притык Там же плинтус еще будет Вот Ну когда линолеум положится Здесь будет вообще круто Печка пылью припала Ну это все потом протрем Вот Часы я тебе эти здесь оставляю Спасибо Они даже идут Тикают Слышишь? Ну они не идут Они тикают А тут нету секундной стрелки в них Просто они идут Слушай Тикают Просто я утром Ну мы сюда заходили То же самое время было Да? Да А ну там наносевшие батарейки Да Ну она тикает Блин надо шпаклевкой эту дырку замазать еще Вот То есть здесь по сути будет кровать и тумбочка Все А и вот здесь вот шкаф будет еще Вот тут шкаф для одежды А здесь так как здесь самая светлая комната Будет по-прежнему стоять под окном стол Ага Тоже какая-то короткая буквально тюль На окне Будет стол стоять Полку Я вспомнила блин насчет часов Что? Перебью тебя Короче В том доме там были двое часов Да И они неравномерные Да они были тик-тик-тик-тик И каждая секунда была занята этими часами Да Я что-то послушала эти часы и вспомнила Да Как мы там сидели Да И здесь будет стол письменный Да Полка твоя будет тут висеть Верну наверное Вот А здесь я думаю тебе Ставить еще одну кровать Вот ту можно в сложенном виде И кресло Ну смотри Давай так Если не кровать То что тут можно поставить? Два кресла и журнальный столик Вот те которые в прихожей Леопардовые Ой У меня лучше кровать Да? Они мне не очень нравятся Ну не знаю Я думала два кресла и журнальный столик Ну а что у меня тут? На двух кресла? Ты можешь на кровати Есть у меня еще одна кровать Ну и вот и все Ну и все Значит тут кровать А вот здесь вот сделаем вешалку для одежды Ну как бы за дверью куртки на осень Да? Да Вот И все как бы Да И все Да Новая розетка Она большая Да Вот так вот Короче мы просыпали целый участок Так что завтра можно будет посадить В эту вот рассаду Можем и рисковать до конца все равно Либо она там погибнет в этих плошках Фух Я что-то мне кажется подзагорела загорела, мне вообще что-то так плохо, блин. Я очень плохо выгляжу. Это просто кошмар. Наверное, надо начинать мне антибиотик пить. Да. Потому что я погибаю, короче. Мама тоже говорит, Юля, у тебя глаза стеклянные, тебе плохо? Я говорю, да. А я разговариваю, мы просидели в беседке, наверное, сейчас, да? Да. Ля-ля, когда Витя пошёл, прилёг отдохнуть. Мы ля-ля-ля-ля. А я понимаю, что я просто, ну, короче, ухожу. Ухожу. Вот. Через часик собираем, даже уже меньше. Меньше часто собираемся домой. Потому что Лене ещё надо биологию делать. Ну, там, да. Уроки делать. Так, что-то поубираться надо здесь немножко, как-то мы насрачили тут. Да, я очень плохо выгляжу. Что-то устала. Это уже волосы не чёсанные. Мы с тобой не чёсанные. Девки не чёсанные? Да, боже. Короче, идём мы с Леной. Оцениваем. Мы уже, да, на сегодня работу, походу, окончили. Ну да. Мы идём оценивать, как работают другие. Ага, мама тут, кстати, цветы. Так, оцениваем. Да, мы, которые посадили сегодня. Кстати, надо завтра не забыть их полить. Ну, вроде, смотри, не привяли даже стоят. А тут мама посадила, она хотела, у неё такие планы. Я сделаю клумбу сердечка. Да, сердце. Ой, в итоге она такая, нет, лучше кружочек. Кружочек. А в итоге посадила просто полосками. И вот здесь вот она матиолу посеяла. Чё не звёздочкой. Надо маме сказать, чтобы она мяту нарвала себе. У соседей так красиво клубника цветёт там. Да, но у нас, видишь, мало. Ничего, мы тоже размножим. Надо в этом году эти розеточки, их как-то это прорастить. Ура, у нас будет целый этот. Ага, шпинат как подрос, буквально за дни считаны. А тепло настало, и всё, он пошёл в рост. Ой, сейчас идём проверим, как работают другие. Вот тут вот мы кусок полностью. Вон от гороха, вон оттуда, полностью пропололи. От сорняка. И там можно что-то сажать. Тут всё, свалили, насколько ещё сапать надо. Кошмар. Да, а что по краю они садят? Я знаю, что. Это кукуруза по-любому. По-любому кукуруза. О, пепло поприсыпали. Мне тоже редиску надо по пеплам. Сколько там хоть осталось-то? А, ну, в принципе. Есть ещё, да. Пепел. Цебабушка что-то принесла, короче, это Лена. То ли спитый чай, то ли спитый кофе. Что-то им будет посыпать. Уже тоже горох как вырос у бабушки. А она морковку тоже пеплом посыпала. А, вот это у неё свекла взошла. А я только недавно посадила свеклу. Да высыпали бы эту картошку, видишь, пора росла. Убрать надо её. Привет. Мама, это кукуруза? Кукурузу садишь? А, ясно. Там кукуруза, тут. Ауленки, коленки. Отеистка на дорогу. Да пробовал, как там все прицепились. Вот это, мама, осод, да? Осод. Её только надо гербицидом. Я в прошлом году на этом месте. Только его было в два раза меньше. Я его выкапывала. А в этом году его ещё больше. А он лежит, у него метр корень. Ага. Ты её выкопала вот так, а он всё равно. О, да. Я хочу посмотреть, как кукурузу, мама, сажаете. Чтоб я знала потом, глубоко, не глубоко. А, вот так прям ямочки. Я кидаю, смотри. По две? Да. А ну покажи свою кукурузу. Попкорн. О, я думаю, что она такая мелкая. А там вначале красная, посмотрите. Не красная, а сахарная. Не, Лена, в ямку. Я буду заливать так, чтобы... Да. А, я поняла. Вот так по две. Видишь? А я на одну точку два семени, на случай, если одно не прорастёт. Поняла? Не, на две семени, да. Кидаю. На случай, если не прорастёт. Видите, до конца даваешь, осталось мне две, четыре. Угу. Две, четыре, шесть. Шесть, восемь, десять, двенадцать штучек. Ну да, ровненько. Двенадцать штучек. Ну, видите, тоже нормально глазомер работает. Больше? Да. Из-за того, что там ныточка. Ныточка. А, точно. Ныточка. Ну что-то так ровно, несчастное. Я сам себе не верю. Я сам в шоке. Мы останется, Юля, вот эта отрава, и мы приедем, да, Витя, обшипнем, да? Вот эта вот? Да. А потом через сколько можно будет сюда что-то сажать после отравы? Ну, понимаешь, отрава как работает. Вам нужно растение идёт. Объясняй, Витя. Там сколько движения, надо такая погода, да, сколько движения. На листок поступает, оно через по стеблу, иди до корня, убива корень. Так, ну, молодцы, молодцы. Работайте. Работайте, да. Рудяшики. Не, ну, интересно, да, они хотят попшикать этот особ, чтобы, короче, его убить. Ну, да, интересно. Я никогда не использовала эти гербициды, чаяк, вон. Ну, хоть посмотрим, по-у-у-у-у. Да, тут надо будет лопатой мне взять, разровнять барханы, что трактор на... Ой, что это за... Трактор сделал. О, а тут ещё не сильно сорняк, да, зараз? Меленький, видишь, какой? Да, очень мило. А, ну, да. Или фасоль. Ты фасоль будешь сажать? Фаржевые будут. А, ну, тоже вдоль кукурузы можно. Ну, посмотрим, да, может быть. Угу. Ясно. Хорошо. Ты, конечно, по линеечке не... Ну, а я думаю, что так... Тут ещё не сильно сорняк зарос. А вот всё, берёзка лезет. Хочу посмотреть, что действительно свекла взошла. Тут... А, да! Точно, только кто-то её тоже жрёт. Но она... Да, свекла. Кто-то... Кто тут жрёт? Зачем? Зачем вы жрёте? Какой-то жерун. Да. Угу. Так, а у нас, Лена, вот здесь лук заканчивается. Это всё у нас полностью плантация лука. Чего? Да. Зачем здесь лука? У меня зрители спрашивают то же самое. Ребята, мне само интересно, понимаете? А тут дальше что-то будет. Ответишь на столь? Потому что... Я так хочу. Нет, так получилось. Я купила много просто. Оставили бы. Да. Тут полностью будут помидоры, перцы. А, ещё надо кабачки где-то тыкнуть. Короче, хватит места. Ой, мам, знаешь, дерево это выглядит красиво. Дерево? Да, очень красиво. Ну, блин, оно ж тень даёт. Ну и что? Оно ж только вечером тень даёт сюда. Ну, блин, классно. Красивое, да, очень. Мощное. Да. Тут у меня морковка от палки до палки, вот целый плантарь, но она опять не вылазит. Надо поливать. Ну, просто так с лейки. А? Это не морковка. А что это? Нет, когда морковка вылазит, это сорняк. Когда морковка... Да, острые два штучки торчат. Нема ещё. Ну, тут есть только униска. Нет. Не подходит. Надо поливать. А, ну вот она, да? Где? Нет, нет, нет. Нет. Она такая... Нет. С многими штучками. Сначала два остреньких у неё, а потом вот такая она. Где? О, всё. Ну, да, вот. Такая. Ну, блин. Что ж такое? Где с морковью? Да, а я ж не рассказывала. Короче, ребята, вот здесь вот от палки до палки, вот этот квадрат, видите? У меня тут было посажено 4 или 5 рядов моркови. Ещё давно. О, давно уже эта морковь вы... Да, вот это вот всё, что вылезло, ребята. Вот сегодня пропололи. О, всё. Рядочек не до конца. Короче, Юля психанула. Я считаю, что она больше не вылезет, морковь здесь. И мы полностью тут пропололи и посеяли сюда укроп. Это ровно точно так же, как в прошлом году тоже. Я ждала, ждала, полтора месяца ждала, чтобы вышла морковь. В итоге переполола и посадила огурцы, потому что уже был май месяц. Представляете? Вот такая штука. Прополола я её. Нема моркови. Да, мы. Надо этот самый... Лена, перчатки ты забыла. Просто укроп валяется. Мы забыли. Это ж капец. Это злышка. Это офигенский аптечный. В аптеке, ребята, покупаю такой укроп. Перчатки забираю. Я забыла. Ты сюда положила что-то? Куда? Перчатки. А, это мама положила морковь у неё лишняя осталась. Короче, завтра ещё моркови посею. Ну, попробуй. Что-то ещё хотела сказать. Ребята, погибло дерево персика. Может быть, кто помнит, в прошлом году я офигела, сколько плодов было на этом. Дерево выглядит несчастным. Оно худенькое. Оно маленькое. Но наверху, вот оно, видите? Вот прямо. Но наверху было очень много персиков. Мы их снимали. Мы их с пола, с земли поднимали. Они огромные. Они сочные. Да, сладкие. Ребята, погибло. Внезапно. Я только сегодня... Мы с мамой что-то ходили, с бабушкой. Я показываю деревья, рассказываю. Ц, я поболела, вот это. Говорю, а вот персик. И понимаю, что он высох. Я подошла, его потрясла. А он как этот, сухая, короче, ну дребезжит. Всё, вздох. Представляешь? Давай плакать. Погибаю деревья. Печалька, печалька. Обидно, досадно. Что им надо? Мама приехала сюда, смотрите, смеялась с сапожек. Что вверх ногами торчат. Но они потрогальные. Так, давай сюда, чтобы не потерять, открой ящик. Надо аккуратно поставить. Тут моё всё богатство. Не упадёт он вот так? Да не, хоть стоит. Надо где-то закрыть, чтобы мыши не добрались. А, виноград у нас ещё раз спускается. Всё. У меня очень часто спрашивают. Юля, ты не обрезала виноград? Почему? Давно пора. Обрезай виноград и так далее. Ребята, я объясняю вам. Ещё раз. И последний. Виноград мы здесь не обрезаем. Не обрезаем. Потом уже по ходу, где случается, когда он полностью распустит листья, и я вижу, что там сухая ветка где-то, я могу залезть её срезать. А так просто виноград не срезаю, потому что, понятно, если его омолаживать, будут крупнее плоды и так далее. Вот. Мы этого не делаем, потому что он у нас чисто на зелень, чтобы двор был в тени. Я правильно сказала? Да. Чтобы максимально он здесь завивал. И, кстати, насчёт мелкости и крупности винограда. Мы не обрезаем здесь виноград, да? Все помнят, какого размера вот здесь был виноград? Вот такой огромный. А здесь, ты помнишь, какой был виноград? Одна гроздь, килограмма полтора. Мы его прям хотели привязывать, чтобы не упал. Огромные грозди. Это я не обрезаю виноград. Видите как? И, кстати, на нашей старой даче мы никогда не обрезали виноград. Да, и он у нас всё равно был вкуснячий, сладкий, классный. Его много всегда было. Полная морозилка у нас на зиму забита была виноградом. Мы никогда не обрезали. Поэтому вот так. Вот я же говорю, каждый со своего опыта. Может быть, повезло и сорта такие у нас. Я не знаю. Но мы каждый год с виноградом. Просто говорили, типа... А, да, вот эти вот, которые как пионы распустелись. Я когда показала и сказала, ой, что-то какие-то они крученные, такие странные. Когда они закрытые были, тюльпаны, они выглядели, как будто их немножко скрутило. И мне одна зрительница написала, что срочно выкопай и вообще вынеси в конец огорода и вообще сожги. Это такая болячка. Это, короче, страшно-страшно дело. В итоге... И в итоге они так красиво засвелись, они уже, правда, начинают... А это под вечер они закрылись, Лена. Под вечер они закрываются. И это обалденные махровые тюльпаны. Вот поэтому в закрытом виде этот тюльпанчик казался слегка таким волнистым, потому что он вот такой. Это к вечеру, кстати, он закрывается немножко. Представь, Лена, а я бы выкопала и выкинула. Вот так вот, видишь? Поэтому... Поэтому реально у каждого свое. Да. У каждого свое и у каждого свой опыт. Жалко, эти уже отпадают, да, тюльпанчики? Все уже. Ничего, бабушка посадила цветы. Да, да, да. Бабушка насадила цветов. Будет у нас красиво. Лейку не надо так на стол ставить. Но вот кто это делает? Фу-ка. Это ж на огородишь ее ставим. Да, это сирень вон уже. Нельзя. Фиолетовая такая. Красивая, да. Белая сирень. О, шампура надо забрать. Сейчас на обратном пути мы сейчас дойдем сюда. На обратном пути. Нет, я не иду в туалет. Я же за тобой. Орех Лена погиб у нас. Еще что ли? Человек много погибающих. Ну, не знаю. Как-то в этом году. А это сирень. Видишь, какой маленький куст стал? Я его обрезала. Омолодила, так сказать. Омолодила, чтобы был лучший виноград. Да. Красиво, красиво. Та-ра-та-там. Что это за цветы? Где? Вот этот. Сорнячок. Ну, это цветы, сорняк. Цветы сорняк? Да. Цветы сорняк. У меня подружку внестых ела. Эти цветочки. Может, они сладенькие? У нас в туалете под крышей живут птички. Каждый год вьют гнезда. Нанесли туда соломы, всяких веточек, короче. И там птенчики. А потом, Лена, в начале лета слышала, как там птенчики? Да. Так. Не получилось звук у меня создать. Короче, пищат, писк, да. Писк. Я не могу запищать. Надо забрать эти. Забудем. А что с ними до завтра будет? Хай лежат. Тут никто не ходит. Сегодня не буду в воде толапаться, не буду ничего мыть. Так, все, я оставлю всю посуду. Выздоровлю. Выздоровлюю. Лена, мне тяжело. Юля выздоровляет. Выздоровлю. Влию. Юлю выздоровлю. И тогда помою посудку. Да. Ушки на глаз. Да. Ласа, ласа. Она тут так хорошо. Да. Видишь, ты не хотела отпускать. Как ей здесь нравится. Да. Ласа, ласа. Ласа, душа. С-с-с. Она спать хочет. Да. Думает, не трогайте меня. Давайте спокойно переваривать еду. Спи тут. Лисюша. Лисюша. Все, доброе утро. Доброе утро. Ой, потягушка. Ура. Продолжение следует...